Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 1285, 4 тонн. Когда Израиль шел в обетованную землю, то Моисей прельстился на Эфиоплянку и взял ее в жену, а Мариам, родная его сестра, упрекала его за это. Казалось бы, что Мариам поступила правильно, облечив Моисея, но Бог ее наказал проказой. Почему? Ответ Игнатия Лапкина, числа 12 глава, 1 стих. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Эфиоплянку. Мы не знаем, когда появилась эта Эфиоплянка возле Моисея. В тот ли момент, когда он вышел из Египта или раньше. В то время многоженство не запрещалось, а закон Израилю еще не был дан. Его жена Сипфора оставалась со своим отцом в пустыне, где он еще раньше познакомился с ней. Ниоткуда неизвестно, что он ею прельстился. Что могла говорить ему Мариам, мы не знаем, но исходим из того, как на это отреагировал сам Бог. Он покрыл ее проказой за дерзость, за уничижение брата. И этот урок ей был на всю жизнь и для всех женщин до настоящего времени. Число 12 глава с 8 по 15 стихи. «Устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея!» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел, и облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказала Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей ко Господу, говоря, «Боже, исцели ее». И сказал Господь Моисею, «Если бы отец ее плюнул ей в лице, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? Итак, пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Почему ее так «занесло» в кавычках? Где она этому научилась? Не с того ли времени, когда она была для него нянькой, как старшая сестра? Исход, 2 глава, с 6 по 10 стих. «Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет в корзинке. И сжалилась над ним дочь Фараонова и сказала, «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери Фараоновой, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь Фараонова сказала ей, «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь Фараонова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец. И она привела его к дочери Фараоновой. И он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей. Потому что, говорила она, я из воды вынула его. Грех Мариам был немал. И она была не одна. Ее позиции усиливал родной брат Аарон. Но это им нисколько не помогло. Бог защитил его. Значит, от этой эфиоплянки никакого ущерба Моисею не было. Она была его законной женой. Иоанн, 9 глава, 31 стих. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Сирах, 15 глава, 12 стих. «Не говори, Он ввел меня в заблуждение, ибо Он не имеет надобности в муже грешном». И Бог разговаривал с Моисеем лицом к лицу. А если бы тот был виновен, то этого бы не могло быть. Исход, 22-28. «Судьи не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Этот грех карался смертью. И когда апостол Павел понял, что виновен в этом, он сразу же дал обратный ход. Виновен не знал. Деяние, 23 глава, 5 стих. Павел сказал. «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано начальствующего в народе твоем не злословь. Со стариками, моя дочь, не спорь, седин стариковских ты не позорь, готовь себя, дочка, к жизни большой, будь телом чиста и чиста душой». Дмитрий Гулия. Перевод с абхазского. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.